Меня зовут Филипп. Меня зовут Алина. Мы недавно переехали в Словению из Казахстана. Последние годы мы жили в Астане, столице Казахстана, и всегда хотели попробовать пожить в Европе. Понимали, что в странах СНГ нам не так комфортно, когда мы приезжаем в Европу и путешествуем по ней. Но мы всегда понимали, что путешествия и жизнь — это разные вещи. Но вот в последний год, прошлой зимой, мы задались вопросом, какая страна это может быть, где мы можем попробовать пожить. Перечисляли много стран, где мы были. Вспомнили сначала Словакию, в которой я был. Но я помню, что там было здорово, но я не представлял, как я там буду жить. И мы помним, что была созвучная страна Словения, про которую мы ничего не знали. И да, мы вообще родом с Алтая, с Алтайского края. И люди, которые привычны к очень красивой природе и хорошей экологии, климату. Поэтому для нас этот фактор очень важный. И для себя мы нашли Словению. Плюс к тому же очень схожий менталитет и язык, он достаточно проще учиться, да, так как это славянская группа языков. Ну это, плюс еще это оказалось очень популярное довольно место для миграции. Среди тех людей, кто это знает, как говорят, в узком кругу популярное. И довольно доступное. Потому что мы начали, конечно же, считать деньги, сколько это будет стоить. И источников информации очень много, очень много, кто предлагал услуги по сопровождению переезда. Я вообще так понял, что это один из основных бизнесов людей, кто переезжает в Словению, русскоговорящих. Да, и у нас даже здесь есть знакомые, кто начинает отвечать на какие-то вопросы по быту и шутят о том, что с тебя там 50 евро и 100 евро. Да, и мы начали считать, то есть было два варианта по открытию компании, а второе это по образованию. Да, и мы потом поняли, что немного страшновато открывать сразу какой-то бизнес или компанию в стране, в которой ты не знаешь, как устроен рынок. Поэтому мы выбрали для себя образование, это оказалось более доступно. Плюс для нас это было актуально, в принципе, дополнительное образование. Поэтому получилось так, что и приятно, и с полезным, и при этом еще достаточно доступно. Плюс еще то, что мы сначала хотели поступать на англоязычные курсы и программы, но оказалось, что их не так много, и это дороже. И потом меня эта мысль даже обрадовала, потому что это хороший способ выучить язык. Меня не обрадовало. Мне языки даются сложнее. Но это действительно очень помогает с точки зрения языковой практики, это 100%. На самом деле это был достаточно долгий поиск, потому что сначала я не понимала, к чему подступиться, с какой стороны в общем зайти и образование или нет. Поэтому первое, что я сделала, это я нашла все русскоязычные такие сообщества в Фейсбуке, в Телеграме. И там, в принципе, есть достаточно много прямых рекомендаций, чьими услугами уже люди пользовались. Мы брали несколько консультаций у разных компаний, агентов. И затем, просто когда мы уже остановились точно на учебе, мы поняли, что лучше сделать выбор в сторону агентов, да, компаний, у которых это практически основной профиль. Основная специализация, да. То есть где уже видно очень много кейсов, это все достаточно прозрачно и понятно. Плюс мы были всегда на связи в начале. И, честно сказать, меня больше всего как-то привлекла вот эта вот прозрачность. Потому что все было понятно, разные пакетные услуги. Плюс можно было выбрать, ну, исходя практически там из любого бюджета, что очень важно. То есть вот эта гибкость, это было очень удобно. Ну, нужно еще понимать, что когда ты... Я не особо был вовлечен в процесс поиска, но исходя из той информации, которую мы обсуждали всегда, о том, что так всегда страшно искать компанию, которая будет тебе помогать с переездом. И ты читаешь очень большое количество отзывов, а как бывает, это, знаете, ошибка выжившего, плохие отзывы пишут тогда, когда что-то случилось. Хорошая редкость пишет. И ты часто сталкиваешься с тем, что, допустим, тебе кто-то что-то нравится, потом попадается какой-то один негативный отзыв, и тебе кажется, что все. Но на самом деле мы оттолкнулись и от стоимости, если честно говорить, это был один из самых доступных. И второе, о том, что меньше всего какой-то негативных отзывов было или там вообще не было. Я не помню просто. У нас была такая Excel-таблица, где мы сравнивали по стоимости, кто, что, сколько там и так далее. И в итоге вот мы пришли к тому, что 2ТМ может нам в этом помочь. Но еще мы пробовали работать также со славянскоговорящими, англоговорящими. Сложность коммуникации тебя тоже всегда пугает. Еще есть особенности менталитета по времени ответа и так далее. Мы привыкли здесь и сейчас, чтобы быстро все нужно ответить, и ты немножко начинаешь переживать. У людей здесь чуть по-другому устроены какие-то временные рамки и так далее. И, в общем, вот из трех составляющих. То есть это деньги, это, во-первых, удобство коммуникации, и, в-третьих, мы как-то более-менее на одной волне в том, что вопрос-ответ. Ну, да, все было просто очень как бы последовательно и четко. Нам сразу объяснили, как будет строиться процесс, что нужно от нас, в какие сроки. Вот если мы хотим успеть там в определенную волну поступить, то нужно вот где-то ускориться, да. То есть поэтому, в принципе, получилось все достаточно, ну, как-то быстро и четко. То есть с нашей стороны, хотя, ну, с документами... Потому что у нас не все документы были. У нас были не все документы, да. Мы очень многое запрашивали где-то и в России. Ну, то есть и где-то там время увеличивалось. Но, тем не менее, тут тоже я хочу отметить про то, что нам во многом как-то шли на поводу. То есть хотя мы по срокам объективно успевали только... Да, во многом шли навстречу. Мы успевали только во вторую волну поступить. Но вот так получилось, что решили все равно попробовать. И вот мне понравилось в этом плане, что как-то было очень-очень гибко. И какие-то наши просьбы тоже, наши просьбы реагировали, да, и принимали внимание. Да, я поступила на программу Wellness в колледж Софиза. Для меня эта сфера, в принципе, очень актуальна и интересна. У меня первое образование связано с туризмом и гостиничным бизнесом. Это, можно сказать, такое продолжение, но уже в заграничном варианте, да, в иностранном. То, куда я поступил, это ЦПУ. Это Центр профессиональной подготовки. На самом деле, когда мы пришли к ТМ с запросом в помощи поиска образовательных программ, у меня был запрос, связанный со строительством архитектуры. Потому что последние 10 лет я работаю в строительстве архитектуры. Но, как это бывает у нас в странах постсоветского пространства, образования у меня нет. У меня образование международное отношение, лингвистическое, даже больше исторический факультет. И у меня всегда был такой незакрытый гештальт. Это все-таки получить образование в сфере, закрыть какие-то пробелы, такие базовые обучения. Потому что знаний уже много, практики очень много, но какой-то базы нет. И я поступил на инженера-строителя. У меня вообще учеба не началась, правда, но она скоро начнется. Я посмотрел программу, и меня обрадовало то, что на самом деле эта программа предназначена для людей, либо для собственников бизнеса, либо тот, кто уже работает в строительстве. Это дальше больше повышение квалификации. И я вообще пришел в восторг, когда я об этом услышал, потому что я жду начала учебы. Уже получил предварительные записи, очень много расчетов, конструкций и так далее. Немножко страшно, но в принципе справимся. Так, язык мы начали учить где-то с весны, то есть до переезда около пяти месяцев. Вообще мы поняли о том, что когда у нас появился план, что мы хотим очень подготовленными приехать. И у нас еще в обоих синдром отличника, и поэтому мы хотим... Это очень сложно для интервью, Филипп, не надо. Все проще. В общем, мы начали учить язык за пять месяцев до переезда. С девушкой, она из Словении, она носитель языка, и плюс она говорит по-русски. Она училась в России. Да, она училась в России, и такой формат нам как-то подходил, в смысле подходит. Не могу сказать, что прогресс идет очень быстро и очень легко, но в целом какие-то грамматические истории, именно то, что касается грамматики, дается сложновато, но есть действительно очень много схожего с русским языком, так как это одна славянская группа языковая. В целом, я думала, что будет прям сложнее. Но действительно, есть моменты, которые очень сильно отличаются. Мне кажется, это такой обман есть. Кажется, что славянский очень похож на русский, но на деле, когда ты с ним сталкиваешься, он устроен, ну, очень по-другому. Ну, мне легче дается, потому что у меня образование, я несколько языков уже изучал, и практика изучения, я уже понимаю, как мне нужно запоминать и так далее. У нас даже методики разные, мы замечаем. Но мне в целом помогает, я сразу волну с головой прыгнул, но когда были здесь первый раз, я купил книжку на славянском языке, современную литературу, и на самом деле это очень помогает, потому что много описаний, связанных с работой, с помещениями, цвета, предметы интерьера, вот все, что быту нужно, это все есть. Но действительно со славянским есть один такой очень интересный момент. Ты все понимаешь, но ты не можешь запомнить эти слова, и ты иногда даже начинаешь их придумывать, тебе кажется, что так оно звучит, а на самом деле оно просто похоже. То есть ты, когда видишь, ты их распознаешь, эти слова, потому что, ну, можно как-то привязаться с какими-то аналогиями или синонимами в русском языке, но запомнить и использовать их в жизни сложнее. Ну, и в целом, сейчас, ну, я принял решение, что я буду просто в любой момент его использовать. Словенцы, к сожалению, при всей своей вежливости, когда ты им говоришь, что ты плохо говоришь по-славянски, но понимаешь, они начинают переходить на английском, и тут твоя практика начинает перерываться. Но сейчас я до последнего держу в тайне, что я знаю английский, я плохо говорю на славянском и не произношу эту фразу, что я плохо говорю. И просто постоянно иду в гугл-переводчик, забиваю фразы, которые мне нужно зайти в магазин, и все превращается в такую игру на улице, когда ты переводишь все билборды, все, что написано на автобусах, и стараешься это запоминать. Ну, вот такой метод изучения сейчас я для себя принял в целом. И это помогает. На самом деле, мы вначале были очень напуганы, когда погружались вообще в тему с недвижимости, аренды, потому что у нас еще две маленькие собаки, которые переехали тоже с нами, и нам сказали, что во всех славянских группах, в таком комьюнити русскоязычном что-то будет очень сложно и очень дорого. Естественно, мы настраивались, не знаю, чуть ли не на месяц поиск жилья, там на три недели хотя бы, но на самом деле все сложилось очень хорошо. Мы воспользовались услугами риэлтора и, честно говоря, ни разу не пожалели, потому что это и ускорило процесс, и плюс какую-то головную боль с нас сняло, потому что риэлтор договаривался о просмотрах, и это было на самом деле очень быстро, потому что мы нашли квартиру чуть больше, чем за неделю, и достаточно, в принципе, все прошло очень комфортно. Мы вот ровно, насколько сняли время на жилье, столько нам понадобилось такое с квартирой, мы просто ликовали, когда это произошло. Но потом мы поняли, что это была какая-то удача, скорее исключение, потому что сколько историй мы слышали от ребят, кто уже с этим сталкивались, это всегда доходило каких-то очень больших сроков. И, ну, то есть понятно, что уже когда хочется найти быстрее, люди говорят о других суммах, которые тоже другие бюджеты, и немножко это в ужас, если честно, вгоняет, потому что каждое посуточное жилье, да, оно стоит совсем в два раза дороже, чем аренда на месяц. Поэтому, ну да, было тревожно, но мне кажется, что очень все классно получилось. Ну еще и район, куда мы хотели. Да, нам очень нравится район. Приехали по активам, в него влюбились, хотели где-то рядом жить, и так получилось. Ну и собаки еще, потому что нам нужно где-то гулять с ними. Мы еще когда в ожидании были от лета, у меня еще состояние такое на работе, я 10 лет проработал в одной компании, модное слово «выгоревший» был полностью, и очень сильно соскучился по природе, как бы мы не любили Казахстан, но именно Астана, она, это степь, и там до ближайшей природы надо ехать 250 километров. И я просто помню, как мы мечтали о том, что мы приедем. Мы специально отложили озеро Блет на наш приезд. Но мы еще приехали, у нас здесь оказались друзья, которым сейчас, в смысле знакомые, которым сейчас сложно знакомые назвать, они нас очень сильно тоже поддержали, начали нас везде возить. Мы уже были на Бохинь, да, на озере, мы съездили в Блетт, на прошлых выходных мы съездили в Пиран, за супер дешевые дотационные билеты на человека. Выходные билеты по 2 евро. По 2 евро, да, да. Мы просто в восторге от природы и места, насколько разная страна и по климату, и по архитектуре, по менталитету, не знаю, но я имею в виду по какому-то вайбу, что ли, местонахождение, потому что что-то невероятное вообще. И еще планов очень куча, куда хочется сходить. Мы нас уже, словенец сводил на первый хайкинг тоже. Нас уже приучили ходить на рынок по субботам. В общем, мы тут стараемся максимум интегрироваться, да, на местных, и поэтому... На самом деле, это очень помогает, мне кажется, вот в таких первых моментах адаптации, потому что тоже, мне кажется, бывает такое шоковое состояние, что вот ты приезжаешь, и настолько все неизвестное, незнакомое, что хочется просто закрыться дома, но мы прямо себя стараемся как можно чаще вытаскивать, куда-то ездить, что-то смотреть, потому что это всегда соприкосновение с каким-то, не знаю, реальным миром, и это очень помогает действительно обзавестись какими-то небольшими знакомствами или с кем-то даже просто перекинуться в пары слов, а это практика языка сразу. Поэтому в этом плане, да, просто в основном было сложно, потому что не было возможности куда-то съездить, а мы, наоборот, любим какие-то передвижения, вырваться куда-то на выходные, на природу, и здесь, честно говоря, грех это не делать, потому что очень много всего вокруг. Тут как будто так это создано. Да, это просто создано, да, вот здесь вот так, видно, что люди здесь тоже этому следуют, и выезжают куда-то за город, там, на выходные, это прям чувствуется в культуре. Ты просто в окно смотришь, в пятницу там или в субботу рано утром, твои соседи уже пакуют большие какие-то рюкзаки. Да, и все, все в годы, его загребания у нас вот наш... Мы уже поели до дома у славянцев лисичек с картошкой. Да. У нас интеграция полная вообще. Да, так случилось. Вчера я был на выставке Биг Си уже, дизайны, любляна, и каждую афишу мы тут рассматриваем, друзьям отправляем, что тут неделя детей, тут неделя ментального здоровья, когда что-то происходит, что-то хит в городе. Правда, много мероприятий. Мы бы раздумали, всегда просто есть такой стереотип почему-то про Словению, то, что, ну, меня, может быть, немного пугало, что здесь как-то мало какой-то социальной жизни, что здесь скучно. Очень многие писали, что здесь скучно, но мы до сих пор, честно говоря, не поняли, что имелось в виду. Может, потому что мы не какие-то тусовочные люди, какие больше семейные. Может быть, клубы единогрега твои. Да. Нам для каких-то развлечений не так много-то и нужно. То есть уже выехать куда-то, это уже какой-то досуг и развлечение. Поэтому, да. Да. Не, очень много происходит еще. Ты смотришь на многих подписанные ребят, кто здесь уже давно живет, русскоязычный, тут есть арт-клубы, книжные клубы, бизнес-встречи, чего только нету. То есть сложно не придумать, чем себя занять на выходных. И, ну, сейчас появляется учеба. Единственное, посмотрим, насколько это повлияет на наш распорядок дня и насколько наша жизнь будет выглядеть по-другому. Ну, да, у нас вечерняя группа. И поэтому очень удобно, что можно... Ну, кстати, еще очень классный момент, который меня сильно радовало, то, что я вообще сам по себе жаворонок и том, как тут люди рано встают. Меня это восхищает просто о том, что ты выходишь, блядь, собакой, там, 7-8, там, в 9 часов. Люди идут с тенниса или... Они уже, да, просто тренировки... Ну, это правда, как-то помогает и даже хочется прям как-то раньше вставать. Тебе как постыдно даже не заниматься спортом. Потому что если раньше ты где-то мог себя пожалеть, не сходить, а тут отговорок как будто даже меньше становится. У нас очень интересное взаимодействие со словенцами. Первое, наверное, с кем мы столкнулись, ну, если не брать владельцев там временного даже жилья. Наш хозяйка, квартира, да. У кого мы снимаем квартиру, да, так получилось, что нам... Она пообещала, что мы подходим, и она посмотрит, и мы вроде как уже заранее договорились, но все как-то так переносилось. Оттягивалась. Оттягивалась, да. Но потом мы пришли вместе, познакомились, и что нас поразило и растрогало, мы даже не знали, как себя вести, мы подписываем договор, и она говорит, у меня есть свободное время, если хотите, я на машине могу съездить, вас в Икею свозить. И мы просто... Ну, а я не могу... Ну, нам не было неловко. Я это, как говорю, я, если честно, не знаю, как регулировать, это уже нет такой смысле. И она начинает так говорить, да выглядит, что у меня сын вашего возраста, типа, у меня вообще как дети. И она, кроме шуток, в какой-то момент она говорит, вы голодные? Может быть, мы как раз должны были в ДТМ забежать, извините, у нас нет времени, да. И в целом, вот с кем мы не встречались, вот нас тоже управной энотой пугали, да. Все очень... Просто какие-то чудесные люди, да. Ну, конечно, может быть, их чуть-чуть трогаем, потому что мы там стараемся на их языке говорить, ну, просто невероятно всегда такая отдача и помощь, и... Ну, то есть... Ну, я и говорю о том, что мы уже были в гостях, и... Ну, просто невероятно как-то. И соседи, мы здороваемся, все здороваются всегда, да, тоже не всегда привычно. Ну, в Казахстане так или иначе, там, мы тоже там здоровались, там, когда мы жили в России, не всегда даже соседи здороваются, тоже какие-то вещи, которые непривычные. Мы еще собачники. У нас, на самом деле, самая большая практика началась с прогулок собак, потому что все так или иначе твои собаки начинают все здороваться. Коммуницировать сначала, да, да, да. И я тебе что-то говорю, ты не можешь ответить, но потом мы можем перейти на английский что-то где-то, пообщаться, да, и люди тоже спрашивают, откуда вы его, что-то там подсказывают и так далее. Ну, это дорогого стоит, на самом деле. Тем более, сейчас всех еще пугают о том, что если у вас там красные паспорта, там, очень плохо к вам относятся и так далее, если ты вообще с этим никак не сталкиваешься. Мне очень нравится, что здесь нет никакого деления и так далее. И это, ну, очень комфортно, потому что мы сами такие люди, которые никогда не делим по национальному признаку никого. И в этом плане, да, очень комфортно. Ну, кстати, на удивление, мне нравится, как люди реагируют вообще везде. Мне даже удалось соприкоснуться с медициной и очень все как-то лояльно. Ну, то есть, люди с пониманием относятся, да, они спокойно могут повторить, объяснить, если что-то не понял, там, перейти, если что, на английский, уточнить несколько раз. Ну, то есть, в этом плане ты не чувствуешь себя как-то, не знаю, ущемпленно, что ли, что с тобой что-то не так. Ну, просто это разный язык и это нормально. И, ну, вот в этом плане очень комфортно, ну, в смысле, нет какого-то страха, там, не знаю, прям коммуницировать или обратиться к кому-то, потому что, ну, знаешь, что ты все равно получишь какую-то помощь, действительно. И, не знаю, из-за того, что сейчас так получилось, что у нас в окружении появился наш, да, друг, знакомый, вот он из Словении, родом, вообще очень интересно узнавать что-то про про их. Какой-то, такой, внутрех инсайдов каких-то. потому что это немного как бы другая часть, да, видно, что у них тоже есть какие-то свои вот там и традиционные там вещи и что вот этот такой вот семейный, такой культ семьи действительно очень здесь чувствуется, что очень многие вещи там передаются поколениями и вообще отношения какое-то и как-то и к детям и видно, что там к животным, к разным, то есть все относятся как-то лояльно с пониманием, ну, как-то очень гибко. Ну, вообще отношения к семье это что сильно поразило, то есть мы не знали даже про это, что здесь такая семейная страна, как много здесь детей и я каждый раз залипаю в тиволе на вот этих маленьких карапузов, которые идут, как-то их там постоянно какие-то активности, что бежать до дерева обратно, как переходить дорогу, как с ними занимаются, и вот по поводу семьи тоже, что меня поразил вопрос нашего арендодателя, владельца квартиры, у которой мы снимаем первый вопрос, который она задала, а как вы будете себя чувствовать, что у вас родители в другом городе? То есть я вообще не думал такой вопрос услышать от человека, который мне будет сдавать квартиру. А мы уже давно просто так живем, что в разных городах с родителями, да, и мы как-то уже даже к этому привыкли, мы просто регулярно видимся, но, да, вопрос был такой, необычный, потому что они очень часто живут семьями, да, на первом этаже, да, там может быть несколько этажей в доме, они живут как бы семьей, ну, либо рядом где-то соседней, ну, то есть, да. Еще мне нравится, что у нас разные стандартные понимания какой-то чистоты, у нас уже два раза был такой прикол со славянцем, о том, что мы едем, где-то приезжаем, такие, о, какая речка чистая, можно, хочется прям искупаться, он только говорит, это не самая чистая речка, я не стал искупаться в которых мы жили, это вообще чистота, или там городской туалет, какой-то ты захочешь там в центре пойти, он такой, вы пойдете в этот туалет, мы такие, ну, да, и вы его хочешь, такой хороший туалет, потому что общественные туалеты, ну, в нашем понимании, они гораздо хуже всегда выглядели, чем здесь, это такая тоже разница чувствуется, да. Ну, такие вроде бы мелочи, но это на самом деле на общее какое-то вот ощущение себя в социуме, оно, оно очень влияет, да. Мне кажется, что очень важно при переезде, если есть такая возможность подготовиться и хорошо, насколько это вообще возможно, погрузиться вот в культуру, я не знаю, да, и в какую-то, в какие-то особенности вообще страны, потому что нам это очень сильно помогло, то есть вот мы приехали уже в то место, которое мы заочно хорошо знали, то есть мы примерно понимаем, какие там, не знаю, могут быть, не знаю, и традиции, с чем можно столкнуться, что любят люди, что не любят, то есть это, в принципе, доступ есть, это везде, просто в интернете можно очень много роликов, там даже про словение, мне просто кажется, что это вот на первых таких этапах адаптации может очень сильно помочь. Это самое важное, уважение в другую культуру, когда ты переезжаешь, это самое важное. Действительно, это новая культура и мне кажется, очень классно, когда есть хотя бы какой-то минимальный там набор, вот даже просто фраз, там, спасибо, пожалуйста, да, просто из какой-то вежливости просто обратиться на, обращаться вот на местном языке, потому что это всегда располагает и помогает вначале, мне кажется, адаптироваться тоже. Мне кажется, очень многие люди удивились, что мы переехали на Словению, потому что действительно многие вообще не в курсе были про это, это прям у нас первые две недели мы просто были откуда, как, что, мы вообще даже не знали про эту страну, не слышали, неужели там так красиво, у всех знаете, мне кажется, вот есть фильм Евротур, вот они как-то представляют вот эти, там был момент, когда они приезжают в какую-то такую тоже восточную Европу и что там вообще какой-то кошмар и ужаса, и Балкан, и Югославия, как-то вот у всех вот только это на слуху, они вообще не понимают. Но вообще для людей, которые планируют переезд, нужен самый основной, мне кажется, для того, что всегда есть тот, кто уже этот путь проходил. И просто нужно не так много усилий и не стесняться написать кому-то, спросить совета. Ну, ничего страшного не произойдет, попросят денег, заплатите, не страшно, потому что мы даже в поиске консультантов, мы действительно многим просто заплатили деньги за консультацию, мы считаем это нормально, потому что люди потратили свое время. Но в любом случае этот опыт уже у кого-то есть. Ну и, наверное, стоит еще сказать о том, что, ну и надо же делать скидку всегда о том, что пишут в интернете просто так, не вам напрямую, а вот просто в интернете пишут какой-то свой опыт, тоже надо делать эту скидку, потому что эмоциональная составляющая с большим перегибом, потому что мы страшно волновались о том, как пройдет наш перелет там с собаками, о том, что нам все говорили о том, что там в определенном аэропорту там так сильно досматривают о том, что мы к чему-то готовились, в итоге ничего такого не произошло. Это всегда ошибка выжившего. Люди пишут про негатив, любят писать, про положительные моменты не любят писать. А, еще что очень много можно, сейчас очень много русскоязычных таких сообществ, где можно найти, мне кажется, вообще любую информацию. Вот, правда. Ну и, наверное, еще быть готовым, что не все пойдет по плану. я тоже, тоже не хочется как бы надевать такие розовые очки и что вот все, как-то ты переехал и все складывается вот идеально, ты попадаешь вот в эту среду, но на деле, ну, все равно это сложно и эмоционально как бы сложно, мне кажется, и где-то подстраховаться там с жильем и финансово тоже, потому что, ну, где-то иногда это может занять гораздо больше времени, чем чем просчитывать, может быть. Ну, сейчас вот есть один момент, про который все говорят, который страшный большой минус, это сложности с поиском работы, да, ну, то есть, ну, мы пока просто к этому не приступили, потому что мы ждем начала обучения, но в целом, имею в виду, всегда есть выходы, имею в виду, есть какие-то моменты, с которыми мы еще там сами не сталкивались, да, они нас ждут впереди, допустим. На самом деле, мы все ждем каких-то подвохов, они пока не наступают, но минусов вот мимо тех вещей, которые еще нам предстоит узнать, ну, нас пока нет. Я просто хотел сказать о том, что ты иногда видишь оценки людей, которые попробовали пожить в Словении, действительно, это я про то, что какие-то негативные, и ты читаешь, и ты понимаешь, что это как будто бы не про Словению, то есть, вот эта субъективная оценка, тоже ее нужно всегда принимать. люди как будто вообще не выходили с этим сам, то есть, они там говорят, ну, допустим, я не знаю, что продукты плохого качества, что вообще невозможно, не можем так сказать, потому что продукты невероятно свежие всегда, и качество их невероятное, просто люди вот так вот находят, они там пишут, что им там нагрубили где-то, и ты тоже не можешь понять. Ну, и такое тоже может быть, то есть, мы понимаем, что это... Опять же, это все зависит от тебя тоже, я имею в виду, креста в глазах смотрящего и обратно, это тоже так работает, и поэтому иногда ты считаешь, думаешь, что это вообще, кто это писал, вы точно были в этом же городе, где и мы были, но... Да. Люди по-разному, к сожалению, получают опыт и по-разному воспринимают любые вещи. Ну, и обратная связь от этого, конечно, тоже, поэтому, мне кажется, это тоже какую-то степень серьезности с... не знаю, с отзывов и опыта о переезде я бы тоже немножко убирала. Ну, то есть, не придавала бы такого серьезного значения, потому что всегда это какая-то индивидуальная новая история, но... готовиться, мне кажется, что стоит к разному. то есть, это все равно... Это все равно тяжело, потому что ты выпадаешь из какой-то привычной обстановки, да, своей, и когда бытовые дела, там, казалось бы, да, что-то купить, оно просто начинает занимать там больше времени, потому что ты пытаешься перевести там какие-то продукты, как называются, или, не знаю, понять, как заказать что-то с какого-то магазина, ну, то есть, как эта доставка вообще приедет, ну, то есть, эти вещи раньше там делались в два клика, да, не знаю, в приложении, и, ну, на это тоже нужно закладывать, мне просто кажется, что нужно дать себе время на вот этот момент адаптации хотя бы пару месяцев для того, чтобы вникнуть вот в такие простые бытовые процессы, вот. Субтитры сделал DimaTorzok